В ИЗО студии «Контраст» сегодня очень тихо. Ребята невероятно увлечены новым заданием – нарисовать памятники культурного значения родного города. В Иванове стартовал областной конкурс рисунка «Помню, храню, люблю». Участники – дети до 12 лет, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья. Основных номинаций две – родной край в разные времена года и объекты культурного значения глазами школьника. Одними из основных критериев отбора является соответствие рисунка тематики конкурса, творческий подход в исполнении, может быть, новаторство какое-то. Даша в ИЗО студии занимается первый год. Свой рисунок продумывала до мелочей. Девочке очень хочется, чтобы вышло похоже. Я рисую наше здание, школу, потому что оно красивое, оно историческое. У меня красками не очень получается, мелками у меня очень хорошо получается. И мне больше нравится рисовать мелками, чем красками. У Даши получается. Дом Ефима Грачева, в котором расположена ИЗО студия – сооружение исторически важное, ему 250 лет. В 18 веке этот дом понадобился семье крестьянина, сумевшего выкупить себе вольную и ставшего известным фабрикантом. Это еще одна задача конкурса – рассказать юным художникам историю родного края. Малыши иногда очень хорошо исправляются с этой задачей. В их работах мы можем увидеть непосредственность. Может быть, немножко кривое и не такое прямое здание, но зато оно нарисовано от души. Педагог с 20-летним стажем Евгения Валерьевна уже не первый год учит воспитанников рисовать памятники архитектуры. С ребятами они сначала фотографируют здания, потом она учит их рисовать без помощи линейки, от руки. Материалы можно использовать любые – карандаши, краски, пастель, уголь. Традиционное задание Евгении Валерьевны в этом году – тема конкурса. Призы тоже будут творческие. По итогам конкурса мы будем рассматривать работы и отбирать их для иллюстрирования книги «Годовое кольцо» сборника стихов Марины Халеевой. Авторы лучших работ также отправятся на экскурсию в Плёс, черпать новые идеи для рисунков. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Мария Семиволков, РТВ Иваново.